Итак, дорогие друзья, сегодня 17 июня 2022 года, я вас приветствую из Брюсселя, и мы продолжаем говорить не о политике. Пока я мучительно преодолевала проблемы со связью, потому что здесь были проблемы с Wi-Fi, я два часа загружала предыдущий сегмент, уже были совершены важные приобретения, как вы видите, красная точка, заветная красная точка. Современное искусство пользуется успехом. Итак, то, что я вам хотела рассказать, я хотела вам немного показать атмосферу, потому что уже появилась публика, и у меня такое чувство, что скоро прессу отсюда попросят, потому что когда начнется банкет, я полагаю, что присутствие прессы будет нежелательным. Мне подсказывает это мое чувство, моя интуиция, а вот эта картина, это картина приглашенного гостя, это Арнеканзе, сейчас я покажу вам его творчество. Я думаю, что это он, это почетный гость, современный художник, художник ландшафтов, то есть он автор вот этой инсталлации, которую я вам уже показывала в предыдущих сегментах, и его картины изображены здесь, на каталоге. Итак, сейчас я вхожу в этот стенд, я думаю, что это он, я думаю, что это он. Сейчас я покажу вам его картины. Вы спрашиваете меня, вы спрашиваете меня, почему я так люблю искусство, ну потому что я бакалавр издачных искусств, потому что я училась в Нидерландах, поэтому, конечно, мне там прибили. Нет, на самом деле, маэстральское искусство было привито намного раньше, но, да, я там училась, и я бакалавр издачных искусств, поэтому я себя чрезвычайно комфортно чувствую. На подобного рода мероприятиях я себя здесь чувствую, как рыба в воде, но, видимо, владельцы галереи не считают, что они должны строить свою работу только на чувствах, но они также чувствительны к металлу, поэтому здесь сегодня вечером будут наслаждаться этим банкетом исключительно коллекционеры. Я постараюсь показать вам публику, потому что я думаю, что это достаточно любопытно. Ага, здесь сейчас, здесь сейчас уже начали розлив, то есть уже начали розлив тетанже. Сейчас я постараюсь показать. Нет, он убегает от меня, к сожалению, к сожалению, он убегает от меня, но вы видите, вы видите, вы видите, он предлагает шампанское, и люди отказываются, потому что, действительно, им нужно принимать очень важные решения, поэтому мне до шампанского нужно быстро реагировать, покупать бесценные шедевры. Здесь, кстати, очень много также музейных работников, но обычно у них всегда не хватает бюджета для того, чтобы осуществить необходимые приобретения. Вот, я предполагаю, что это и есть творение Арне Кенза. Вот Арне Кенза – это бельгийский художник, ландшафтов, но не только, это современный художник, который является почетным гостем этого мероприятия. Конечно, это очень интересно, видите, теперь здесь уже можно насладиться этими веревочками прекрасными, и этой, мне кажется, что это бронза, у меня такое ощущение. Я, конечно, могу ошибаться, я должна почитать, что в этом написано, но мне представляется, я выложу только, когда я окажусь дома, потому что здесь походные условия, и здесь очень слабый интернет, поэтому мои возможности ограничены. Но, я думаю, вы уже видите, вы уже насладились этими инсталлациями. Дама уже присела, то есть, видимо, она уже ожидает, что сейчас... Но, на самом деле, я думаю, что обед начнется часов 7-8, не раньше, поэтому у нас есть еще немножечко времени насладиться прекрасными видами. Меня интересуют, где русские иконы, но пока что я их не увидела, пока что я их не нашла. Сейчас мы поищем вместе с вами. Прекрасный, прекрасный, да. Вот он уходит уже с бутылкой Тетанжи, что радует, потому что до этого, начиная с полдня, я была, как бы сказать, я была потребителем различного рода вод, минеральных вод и соков. Помните, киса-воробьянин, по-моему, сказал, человек, измученный нарзаном. Рассказал, киса или не киса? Напишите мне, пожалуйста. Вот я сейчас чувствую себя как человек, измученный нарзаном. Итак, очередная галерея банкетов. Но я постараюсь показать вам именно не банкеты, а искусство. Прекрасные картины и публику, потому что я думаю, что, конечно, здесь два аспекта основных. Это искусство и, конечно, people, потому что, как сказал один фрустрированный коллега, я до этого, до того, как подойти сюда, в этот зал, я была на пресс-конференции для журналистов, это было очень интересно. И рядом со мной оказался один очень культурный, я обыкновенный культурный человек, журналист, который сказал, что все это мало кого интересует, это грустно, но, видимо, это так, потому что всех интересует исключительно культура people, культура people, заменитости и так далее. Но мы сошлись во мнении, что, к сожалению, нет достаточного понимания современности, поэтому я считаю, что большая ошибка заключается в том, что эта выставка, эта ярмарка не пригласила своей патронессой, королеву Бельгии Матильду, потому что она необыкновенно элегантная, она прекрасно общается с людьми, и, конечно, она бы дала это измерение people, которое так необходимо, потому что нужны звезды, нужны известные личности. Эта дама мне не кажется привлекательной, но, видимо, у нее богатый внутренний мир. Я пойду дальше. А, вот это замечательно. Видите, ну, это надо смотреть со специальной техникой. К сожалению, я, как вы видите, с Max Pro 13 iPhone, поэтому у меня ограниченные возможности. Видите, уже люди прицениваются, уже серьезный разговор, но я не смею их тревожить. Какой-то интересный ламп. Сейчас я вам покажу. Интересный дизайн. Видите, как они парят в пространстве. А вот и древность. Вообще, надо сказать, что Брафа, она тем и интересна, то есть эта ярмарка интересна тем, что здесь сочетание современности и древности. И мне нравится то, что она обозрима, потому что, допустим, ярмарки в Дюссельдорфе, они настолько колоссальны, что в результате потом уже просто механически ползешь и уже не воспринимаешь то, что вокруг, что прискорбно, потому что действительно они привозят искусство со всего мира. Здесь этого не происходит. Здесь это очень компактная, очень компактная ярмарка. А сейчас я покажу вам дизайн. Мне тоже представляется, это очень интересно. Вот этот дизайн, посмотрите. Такие люстры. Вот это, вот это. Сейчас я подойду. Сейчас я подойду. Ага. Видите, это я. А это... Это объект искусства. Это тоже я. И это я. Да, это очень интересно. Вот он опять приносит тетанжи. Интересно. Мне он даже не предлагает, он на меня не смотрит, потому что я выгляжу как тифозий, как человек, совершенно поглощенный искусством. Мне это, конечно, приятно. Как я говорила вам... А, вот голову кошек. Это мило. Если бы у меня были достаточные средства, то я бы обязательно, извините, вот здесь сложно перемещаться вокруг кресел, я обязательно бы купила себе такую голову. Хотя, с другой стороны, наверное, это неправильно покупать себе головы кошек, когда столько несчастных кошек в мире голодных и несчастных. Наверное, надо было бы адаптировать или принять больше несчастных. Итак, я продолжаю экскурс. Вот видите, как элегантно он одет. Вы не видите. Я сейчас пройду мимо. Я пройду мимо. Вот это и есть, вот это и есть гость, почетный гость. Это и есть Arne Kanz, который сделал эту инсталляцию. Но я не осмеливаюсь его сейчас беспокоить. У него какие-то серьезные дела. Вот как красиво это смотрится. Я не осмелюсь его беспокоить. Может быть, потом, когда будет другой момент, потому что сейчас у них какие-то серьезные деловые разговоры. Это он сделал вот эту инсталляцию, которая впереди. Которая впереди. Я хотела бы показать вам сейчас перейти в другой зал. Большой зал, где находятся бельгийские галереи. Мне представляется, что этот зал намного интереснее, чем другой. Потому что другой зал слишком открытый. Здесь больше эффекта лабиринта. И мне представляется, что прогулка по этому залу интереснее, чем по-другому. Хотя, конечно, я могу ошибаться. И, соответственно, вот все снимают. Потому что другой зал, на мой взгляд, слишком стандартизирован. Здесь больше сумрака. Здесь больше таинственности. Для тех, кто любит ковры. Другой зал намного более открыт, намного более освещен. Сейчас я туда выйду. Вы сами сможете оценить. Я еще раз покажу вам эту панораму этого художника. Арне Канз. Канз-15. То есть Арне-15. Это, конечно, псевдоним артистический. Вот так это смотрится. Какая-то панорама. Здесь люди, видите, изучают серьезный план. Вот здесь разносят шоколадные пирожные. А, вот сейчас, сейчас я посмотрю. Ага. Да. Мерси. Итак, сейчас я беру бокал. И я иду в другой зал. Я иду в другой зал с бокалом. Видите, рядом идет господин с лестницей. И этот центральный зал. И этот центральный зал. Он выглядит вот так. Так, сейчас я то пью немного. Божественно. Это шампанское Тетандже. Мне бы хотелось вам его просто пить. Он идет с шампанским. Всюду шампанское. Начались фотографии. Итак, вот этот зал, про который я вам сказала. Мне представляется, он слишком открытый. Он слишком просторный. Здесь нет как-то таинственных нот. Хотя, конечно, это красиво. Посмотрите, они оформили это так. Это очень красиво. Видите, они разносят шоколадные пирожные. Люди наслаждаются. Вот такие в японском стиле растения. Надо сказать, что когда я была на этой конференции, которая предшествовала этому мероприятию, конференции для журналистов, пресс-конференции, рядом со мной оказался один пожилой журналист из Франции, который мне сказал, мадам, вы оделись в японские цвета под стиль этого мероприятия. Я была тронута до слез, потому что в журналистской среде обычно журналисты – это филистинцы. Обычно их искусство не интересует. Тем более, они не представляют себе, что такое японские цвета. Но, видите, это человек другого поколения, культура, Франция. Он высоко оценил мой сегодняшний наряд, аутфит. По крайней мере, один человек проявил интерес. И, ага, вот здесь современное искусство из Брюсселя. Мне представляется, что здесь зал Брюссельской галереи, Бельгийской галерей. А здесь красивые свечи, посмотрите. Но, на самом деле, насчет столов, я хочу сказать, здесь очень красиво, конечно. Сейчас я отопью немножечко. Божественное шампанское, просто божественное Тетанджея. Рекомендую. Итак, я надеюсь, что они, я имею в YouTube, не сочтут это за рекламу. Итак, что я хотела сказать насчет этого концепта столов. Мне представляется, это крайне неудачно. Знаете, почему? Я объясню, почему. Не потому, что меня туда не пригласили. Я не хочу, чтобы у вас создавалось впечатление того, что это эффект лисы и винограда. Вы помните, дедушка Крулов, лиса и виноград. Или La Fontaine, лиса и виноград. Это зависит от того, на каком языке вы говорите. Но не потому, что я лиса и виноград. Я считаю, что это крайне статичная форма общения. То есть, понимаете, если вас пригласили вечером сидеть вот так за столом, то есть, вы оказываетесь в ловушке между вашими двумя соседями. И они могут быть вам интересны, а могут быть совершенно неинтересны. Таким образом, для вас это совершенно пропащий вечер. Я считаю, вообще, этот банкетный формат совершенно морально устарел, потому что до пандемии здесь был другой формат. Сейчас я вам покажу. Здесь был другой формат, а именно были коктейли, когда все ходили, общались, знакомились и так далее. И этот формат, они, по-моему, здесь Олещинский. Сейчас я посмотрю. Это кто это? Красивая картина современная. Да, это Пьера Олещинский. И они изменили формат. То есть, теперь они устраивают для коллекционеров, абсолютно такая маленькая горстка коллекционеров. И я думаю, что это неправильно, потому что, хотя это очень красиво, это очень красиво, но это лишает людей возможности открывать для себя, знакомиться, открывать для себя новые контакты, делиться контактами, друг друга представлять и так далее. Потому что я помню все прекрасные времена, когда здесь мероприятие длилось до 11 часов вечера. И, соответственно, люди знакомились, люди представляли друг друга, галерейщики, посетители. И это была действительно ярмарка, понимаете? Потому что вот этот банкет, он лишает эту ярмарку динамики. Поэтому, несмотря на эту красоту, конечно, действительно, это красиво смотрится благодаря цветам. Я думаю, что эта статика, эта статика, на самом деле, не так привлекательна, как... Да, уже 16 минуты, да, я должна... Я должна... Извините. Я должна завершать. Сейчас я должна подойти к какому-то столику, потому что иначе опять это будет загружаться в течение двух часов. Вот интересное современное искусство. Похоже на Пьера Сулажа. Сейчас я посмотрю, может быть, это и есть Пьер Сулаж. Нет, это не Пьер Сулаж, это другой автор. Друзья, я продолжу. Я жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам это было не безинтересно. Пожалуйста, пишите, комментируйте. И до встречи.